На один день площадь Куйбышева превратилась не в одно, а сразу в несколько спортивных арен. Баскетбольные площадки для разминки, тренировок и самих состязаний. 140 команд или 550 участников из разных городов страны приехали на турнир по баскетболу 3х3 Самара Оупен. Этот вид спорта впервые вошел в состав Олимпийских игр в этом году. И наши команды, и мужская, и женская, сразу взяли в Токио серебряные медали. Баскетбол 3х3 очень развивается. И на самом деле это очень интересная игра. Я сама недавно ездила за сборную Ю-23, выступала в Словакии. И я на своем опыте скажу, это очень интересная игра. И ты развиваешь себя не только как в команду в спорте, но очень индивидуально. Потому что ты проводишь с мячом очень много кольцо времени. Турнир по баскетболу 3х3 в Самаре проходит уже в 12-й раз. Он посвящен памяти легендарного тренера Юрия Павловича Тюленева, который воспитал целую плеяду успешных спортсменов. Он не тренировал профессиональные команды мужские, он тренировал детей. Он набирал, учил их любить баскетбол. Мальчишки в 14-15 лет, в подростки уже в 14-15 лет. Мы ездили в дом молодежи, в 5 утра выезжая на тренировку, чтобы к 6 добраться. И с московского шоссе шли пешком до этого дома молодежи, чтобы быть на тренировке. И оттуда уже в школу, а потом вечером опять на тренировку. Ну то есть, я хочу сказать, что он же мог и не делать такие ранние тренировки. А мы могли и не ходить по большому счету. Но вот эта любовь к баскетболу, его отношение к делу, оно передалось и нам. Воспитанником Юрия Тюленева является и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, по инициативе которого и проходит этот турнир. Соревнования, начавшись как городские, со временем достигли уровня международного турнира с участием сильнейших команд России и других стран. Вместе с министром просвещения России Сергеем Кравцовым и депутатом Госдумы Александром Хинштейном глава региона пожелал участникам турнира победы. Командный спорт – это по-настоящему здорово. Спорт объединяет людей, людей разных национальностей, вероисповеданий, людей со всей планеты. И наш турнир этому способствует. Соревнования прошли в 12 категориях. Чтобы вдохновить юных спортсменов на площадку для участия в матче, звезд вышли и именитые баскетболисты, мастера спорта СССР и России, чемпионы Европы. В первую очередь мы делаем это для детей, которые пришли в баскетбол, которые находятся на такой стадии, а заниматься ли мне дальше, или как бы может быть уже бросить, да, и они видят ветеранов, или как бы действующих игроков, как сегодня пришли ребята из профессиональных клубов. И они видят, какими они чемпионами стали, чего они достигли. И они как бы остаются в спорте, они продолжают себя как-то мотивировать. Делается все, чтобы баскетбол развивался, здоровый образ жизни был нормой для наших жителей города Самара. Ну а наша задача просто стараться это делать максимально хорошо, профессионально, и главное, чтобы люди получали удовольствие. Сегодня баскетбол – один из самых популярных и массовых видов спорта в Самарской области. Им регулярно занимается более 35 тысяч жителей региона. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, События.